Сейчас к нам присоединяется из Израиля Леонид Невзлин, общественный деятель, издатель, филантроп. Леонид Борисович, я вас приветствую. Здравствуйте, Игорь Алексеевич. Вот скажите, пожалуйста, уж неделя прошла с тех пор, как господин Лавров выступил со своими скандальными антисемитскими заявлениями. Но, в общем, буря негодования по этому поводу не затихает. Хотя, вроде как, состоялся некий разговор у Путина с премьером Израиля, и вроде бы принесены извинения. И канцелярия израильского премьера сообщила, что извинения приняты. Вот вы, как гражданин Израиля, вы принимаете извинения Путина? Евгений Алексеевич, я хочу сказать, что, оглянувшись назад теперь, потому что все-таки это подстихло. В Израиле сейчас это небольшая тема стала, после принесенных извинений. Оглянувшись назад, я вам хочу сказать, что это была некая акция устрашения Израиля, заранее подготовленная и спланированная, потому что так не бывает, когда вдруг Лавров оговорился, потом моментально принимается Хамас, потом посол России в Иране рассказывает о том, что нет никаких препятствий для сделок по оружию у России с Ираном. Потом, так сказать, происходит вот этот весь скандал, потом звонок Путина, потом Кремль рассказывает, что был хороший разговор с поздравлением с независимостью, а канцелярия Беннета рассказывает о том, что было извинение. И, в общем, как бы, ну, по пути еще был Лапит, там Беннет, да, там были разные выступления, в том числе и я выступал, вот, и все это закончилось. И я, наверное, просто нестандартно взгляд на вещи скажу, но, мне кажется, это опять спецоперация. Израиль начал поддерживать все больше Украину, что, в общем, несвойственно было ранее Израилю проявлять себя политически, несмотря на демократический характер государства. Израиль, без сомнения, присоединился к Западу в отношении этой войны, вот, на стороне Украины. Это было два раза видно и в ООН. Вот, есть некоторые сдвижки с точки зрения, пусть не вооружений, но защитного военного оборудования, да, пошли каски, пошли жилеты хорошие израильские. И есть надежда на то, что пойдет оружие. И, если вы помните, до этого было пару таких пробросов предупреждений от Министерства обороны по типу того, что там, мол, в Сирию не так легко и побомбите, если что. Такие намеки. Вот, собственно, я думаю, что спецоперация закончилась, все реакции получены и все затихло, как обычно. Все вот в таком режиме. И все для того, чтобы напугать. Они считают, что если они напугали, то вот испугались, как бы, сели назад и, так сказать, опять все будет хорошо. То есть Израиль опять займет, как бы, позицию неприсоединения, скажем так. Вот. Но это ошибка. Так а напугали? Да нет, нет, не напугали. Наоборот, сделали хуже, потому что, как вы знаете, антисемитская тема, она всегда вызывает противоположные реакции. И, как бы, ну, осадочек-то остался. Осадочек остался. Тем более, что на сайте Кремля ничего об извинениях сказано не было. Это не значит, что их не было. Это, скорее, значит, что они были. Потому что я больше верю канцелярии Беннета, чем канцелярии Путина. Ну, на сайте Кремля всегда всякие острые углы стараются обходить. И ничего неприятного там не публикуют. Иногда даже до смешного доходит, когда сравниваешь заявления о каких-нибудь переговорах, которые по телефону состоялись у Путина с каким-нибудь западным лидером. Ну, сейчас-то он ни с кем уже не общается. Но вот накануне войны, как правило, это были две совершенно несоответствующие друг другу версии. Да, да. И я вам еще хочу сказать смешное. Последнее, от кого это хотелось и как бы ожидалось услышать, это было от Лаврова. Известно, что зять его Винокуров – бизнесмен, израильский гражданин, репатриировавшийся с семьей в 1990 году ребенком. Ей здесь полно родственников, естественно. Известно также, что жена, зятя, то есть дочка Лаврова, она прошла ГИЮР, да, то есть конвершн. Она еврейка по, так сказать, по ГИЮРу. Я не знаю, гражданка она Израиля или нет, специально не проверял. Но, тем не менее, связи с Израилем у них очень семейные и тесные. И как бы весь бизнес семьи Лавровых в руках Виноградова и его жены, то есть дочери Лаврова. Вот так вот. Ну, а все-таки мы говорим вот Израиль, да, но есть правительство Израиля, есть израильское общество. Согласитесь, это разные вещи. Вот вы сказали, что интерес к эскападе Лаврова пропал сейчас, но все-таки отношение израильского общества к поддержке Украины. Я понимаю, что она не совпадает с позицией Кабинета министров? Да я бы сказал, нет. Она, скорее всего, совпадает, просто выражается более агрессивно в пользу Украины. Я думаю, что сейчас и Кабинет министров, и общество, без сомнения, на стороне Украины. И я вам также хочу сказать, что подавляющее большинство русскоязычной русской диаспоры, да, то есть той части Алии, той части общества, которое приехало из России, вот, они тоже на стороне Украины. По сегодняшним акциям в пользу России, небольшим в разных местах, по сравнению с акциями в пользу Украины, совершенно понятно, что это как бы, ну, там, 9 к 1 в пользу Украины в израильском обществе. Даже, может быть, еще хуже результат для России. И это при том, что Россия стартовала с очень неплохих позиций, и Путин тоже, как вы знаете. Еще это не так давно, при Бибе Натаньяху, да и потом, перед войной. В целом отношение к России было неплохое, ну, хотя бы потому, что они нам дают бомбить иранцев на территории Сирии, да, не возражают против наших постоянных, так сказать, вывозок, бомбежек, уничтожений и так далее. И вроде бы как нет какого-то такого конфликта. Все вроде нормально. И всегда они все дружат между собой. А теперь нет. Теперь Россия страна изгой в Израиле. Ну, и потом ведь может все поменяться. Если Путин воспринимает нынешнюю войну с Украиной как противостояние с Западом, то он ведь легко может сделать кульбит и начать поддерживать врагов Израиля, поскольку Израиль – союзник с Западом. Ну, давайте к этому уж так. Путин сделал великое дело. Путин объединил Запад против себя. Израиля, как бы, выбор небольшой, да. Между Путиным и Западом он выбирает Запад. Всегда. Да, Израиль выбрал Америку давно и будет с Америкой. И поэтому кульбиты Путина будут не в пользу Путина. А все-таки, как вы думаете, там антисемитизм, простите, есть? Потому что, знаете, вот мне не раз приходилось слышать, что Путина можно обвинить во чем-в чем угодно, но он не антисемит. Вы верите в то, что Путин не антисемит? Смотрите, я ничего антисемитского от него не слышал. Я всегда, так сказать, вижу, что у него есть некие друзья, которые евреи. Даже самый главный его друг Ковальчук, который руководит всей этой спецполитической операцией, да, имперская Россия. Вот. Он, в общем-то, еврей по макере, то есть галактический еврей. Вот. Я не говорю там о более явных Ротенбергах и так далее. И Абрамовичах. Вот. Потом он всегда поздравляет с праздником. У него есть, как у любого диктатора, приближенные евреи, да, в форме там отдельных организаций, там, или Хабада. Вот. Ну, в общем, я не знаю, что у него там внутри. Вот. А чисто внешне он себя антисемитом не проявлял. Я этого не слышал. Что касается бытового антисемитизма, он на том же уровне примерно России, как и был всегда, он достаточно высокий. Что касается антисемитизма государственного, то как политики, как раньше его нету, но большое количество государственных чиновников являются бытовыми антисемитами. Это не секрет. Вот. Вот. Но еще раз, это, мне кажется, непринципиальная сейчас история, в том числе для Израиля. И за последние много лет, вы, наверное, тоже это знаете, Израиль как-то стал привычным местом для россиян. Много родственников, знакомых, много приезжают. В общем, у Израиля по ряду причин хорошая репутация. Вот. Поэтому, ну, грех жаловаться на антисемитизм со стороны, так сказать, российского общества по сравнению с тем, что было, когда мы были маленькие или молодые. Но, тем не менее, вы в своем фейсбуке призвали российских евреев уезжать. Это моя постоянная позиция. Она у меня, что называется, с детства. Я считаю, что евреи должны жить или в Израиле, или в демократии. Поскольку в России до демократии бесконечно долго теперь, то риски совершенно огромные. И евреи могут быть всегда как бы определенной разменной картой. Вот. И, так сказать, если будет выгодно, естественно, еврейская карта будет разыграна. Так или иначе. И потом, вы знаете, что в парламенте России существуют просто ярые антисемиты, там, типа какого-нибудь Перелепина, вот, и так далее, которые имеют голос, которые, там, находятся в авангарде борьбы за Донецкие, и Луганские всякие республики. Вот. Поэтому я таких выпадов ожидаю. А дальше народ может среагировать, разный народ по-разному. Вот. И это будет очень некомфортно. Плюс никто не знает, что будет с выездом теперь. Да. Себя огромная неопределенность. Никто не знает, что будет с рейсами. Вот пока летает Эляль, например, в Израиль. И из Москвы причем только. Да. И, возможно, добраться через Турцию. А, может быть, потом будет так же трудно, как и в любые другие страны. И так далее. Вот. Поэтому количество евреев, которые хотят сейчас уехать и получить, сделать Илью, получить гражданство, огромное. И если говорить о том, что они должны будут отстаивать очереди в консульстве в Москве, там, или в Санкт-Петербурге, это может затянуться на годы. Поэтому люди предпочитают приехать сюда и в течение, знаешь, недель, а теперь уже месяцев, потому что большие очереди получить гражданство и все соответствующие документы. Вот. Сейчас службы Министерства внутренних дел и сопричастные, они работают почти так же интенсивно, как работали в Большую Алию. В конце 80-х, в начале 90-х. Когда, по-моему, миллион, если не больше, переселилось из Большого Советского Союза. Да, да, порядка миллион, миллион двести. Да, где-то миллион в Америку, по-моему, и миллион двести в Израиль. Вы наблюдали за тем, что сегодня происходило в Москве, и как Путин выступал? Да, вы знаете, не удержался. Не удержался. Все-таки интересно. Но я понимаю. И какие впечатления? Вы знаете, я обычно говорю что-то перпендикулярное. Я сейчас опять это скажу. Значит, то, что он выглядел убога, но он всегда выглядит убога. То, что он нес ерунду, он всегда несет ерунду. То, что он врет, он всегда врет. То, что у него нет энергетики, он выглядит как зомби, да. Но это абсолютно не значит, что он не задумывал какой-то подлости. Я считаю, что эта речь, она специально такая, потому что он готовится к какой-нибудь гадости. И я ожидаю, что в ближайшие 2-3 дня могут быть достаточно массированные обстрелы в Украине и с моря, и со стороны Белоруссии, и со стороны Белгорода и так далее. Мне кажется, что вот речь такая, а последствия придется, так сказать, выдержать достаточно серьезные. То есть опять мы видим, что ли, если угодно, жанр спецоперации? Да, причем подлый спецоперация. То есть все от него ждали кровопролития ужасного, как я тут Салтыкова щедренно вспомнил. А он ни войны не объявил, ни мобилизации, ни победы. Нет, да, да, он ничего не сказал. Но потому, если я вас правильно понял, чтобы все расслабились и все сказали, ой, король-то голый, а голый король возьмет и выкинет, вот в этом случае действительно что-то такое выкинет гадкое. Да, я думаю, что, совершенно правильное слово, я думаю, что Путин нагадит. В ближайшие 2-3 дня следует ожидать неприятностей, и в том числе это связано с подписанием Байдена Ленд-Лиза сегодня. Вот это будет такой ответ. Дай бог, если я ошибаюсь, но у меня есть вот какие-то, знаете, предчувствия, беспокойства, особенно за Одессу, и вчера были неприятные попадания там, и сейчас летят ракеты, если вы видите в вашей ленте, вот, в Одессу. И, в общем, я ожидаю от него вот этого. Это не значит, что это большая драма, это просто очень страшно, и может погибнуть много людей, и разрушена будет часть инфраструктуры. Таким образом он отпразднает 9 мая, я думаю, в Украине. Вот. Но впоследствии все равно ситуация переменится в пользу Украины, и дальше, я думаю, дальше он будет исчерпан, а Украина будет наращивать потенциалы победу. Сколько вы ему даете еще? Я имею в виду по времени. Сколько у него есть еще ресурса делать гадости? Вы знаете, я не военный эксперт, я читаю разные источники, я понимаю, что 60 крыватых ракет, которые готовы к запуску со стороны моря, это, с одной стороны, не очень много, да, но это если они не несут тактического ядерного вооружения. А если некоторые из них несут на себе его, то это достаточно большая неприятность. Вот. Поэтому мне трудно это оценить, но я думаю, что вот сейчас у него последний такой всплеск, а дальше он начнет получать везде, в том числе на своей территории. В том числе на своей территории, потому что теперь Украина получила вооружение, которое добивает достаточно глубоко в сторону России, и может разрушать его, и уничтожать, так сказать, самолеты, установки, грады, искандеры и так далее. Вот. И будет еще получать. Но это может потянуться еще долго, может и до конца года. Я считаю, что по затухающей для него и по, так сказать, нарастающей для Украины. Последний вопрос, Леонид Борисович. А вот такие осторожные намеки проскакивают в публикациях западной прессы о том, что якобы до Путина доносят информацию о том, что если он осмелится применить тактическое ядерное оружие, то получит асимметричный ответ вплоть до того, что какие-то генералы, которые связаны с западными спецслужбами, могут организовать против него переворот. Это фантастика или в этом что-то есть? Категорически не верю в то, что в нынешней России, в нынешнем генштабе, в нынешней армии, в нынешнем окружении есть кто-либо, кто готов организовать и переворот, и способен организовать переворот. Дай бог я ошибаюсь, но я этого не вижу. Я вижу, так сказать, три верные обезьяны около трона, там Пригожин, Кадыров и Золотов, которые никого не пустят, и которые самые главные порученцы у Вадима Владимировича по всяким гадостям. Я думаю, они его, так сказать, не отдадут. А вот то, что он может схлопотать что-то, чего он не ожидает со стороны Запада лично для себя, вот в это я верю. А то, что агентура... Никакой информации нету, но я в это верю. Но вы допускаете, что у западных разведок есть агентура в Кремле? Я допускаю, что у них есть возможность знать в любой момент, где он находится, и если он действительно применит ядерное оружие, то я считаю, что его жизнь будет несовместима с жизнью человечества в дальнейшем. Спасибо большое, Леонид Борисович, за ваши комментарии. Леонид Невзлин, общественный деятель, издатель, филантроп из Израиля был у нас на прямой связи. Субтитры создавал DimaTorzok